На данном автомобиле будем менять насос высокого давления топлива, ТНВД. Сейчас, приступаем. Убираем все ненужное, чтобы до него добраться. Освобождаем место. Для манера, как называется. А ненужное, это что? Ненужное, это умылер, радиатор охлаждения подающего воздуха, воздухозаборник, радиатор, аккумулятор, навесное оборудование, вентилятор с муфтой, ремень, все. Приступили. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... На кулере надо менять подушки. Оторваны подушки. Видно, да? Да. Это целое, это оторвано. И с другой стороны тоже самое. Чтобы не было посторонних шумов. А почему он не отрывается? Вибрация от старости. Срок пришел. От прочего он получил. Крепление. Освобождаем доступ к радиатору. Охлаждение двигателя. Чтобы его демонтировать. Снимаем кожу к вентилятору. Снимаем кожу к вентилятору. Снимаем кожу к вентилятору. Уже ничего не мешает это сделать. Продолжение следует... 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 Снимаем площадку для лучшего доступа, площадку аккумулятора, для лучшего доступа к болтам крепления Сняли пластиковую крышку, открутили топливную трубку Трубку гнуть нельзя, иначе потом будут проблемы Старайтесь ее, пожалуйста, не гнуть Все, откручиваем переднюю крышку Добираемся до цепи Болтики на 8, 9 штук, по-моему, если я не ошибаюсь Ключиком на 12 Крышка герметизирована без прокладки С помощью герметика Герметик надо использовать хорошего качества, специально Для двигателя Силиконовый не подходит Силиконовым дома будете Ванну герметизирована И трубы канализационные Сколько примерно времени на замену уходит? На всю работу При наличии навыков А если еще работа выполняется не первый раз Часа 3-4 Можно быстрее Мастера говорят, что мы за полчаса делаем Но мы им не верим Оптимальное время 4 часа А порядок работы на любом автомобиле одинаковый? Нет Все индивидуально Аккуратно поднимаемся в переднюю крышку Потому что она на герметике И на направляющей Надо не сломать ни направляющей, ни крышкой Направляющей вот здесь Слева И справа Если вы стоите лицом двигателя Все Крышечка снята Дальше Поставляем метки Метки находятся на звездах Распредвалов Тихо не перепутайте ни с чем Одна, вторая Они должны стоять вертикально вверх И метка На Звезде Насоса Она тоже тут обозначена Ее тоже не сложно найти На торце Вот она внизу Прости, я ее вижу Да, видно Вот, она должна смотреть на этот голд Эти метки должны смотреть вверх Все, клуб И до тех пор пока не совпадет Все, метка передвинулась Значит нам надо еще несколько оборотов сделать На цепи есть метки Они обозначены материалом другого цвета Медная Одна метка И вот здесь вот Потом когда я сниму могу показать Еще подробнее И здесь вот две метки Эти две метки Наверное, на распредвалу становятся Эта метка становятся на метку На торце Вот метка Вот метка Они должны смотреть вверх У них здесь стрелочки есть На крышечке Вот одна стрелочка Там вторая И здесь отливки еще За Их отсюда не видно Вот Смотрим дальше на метку На звезде НВД Вот она Напротив вот этого болта Все После этого Мы можем смело снимать Привод То есть цепь Порядок снятия Совершенно любой Да, еще забыл Прежде чем снимать цепь Надо обязательно Сорвать Гайку На насосе ТНВД Обязательно Иначе потом Ее просто невозможно будет сорвать Срываем болт на 19 Звезды ТНВД Обязательно После этого Откручиваем И снимаем Привод То бишь цепь ТНВД Снимаем башмак натяжителя, снимаем успокоитель. Гравлические натяжители, тихо. Два болта на 6. И снимаем верхнюю. Хотя в принципе можно и не снимать. А, нет, надо. В общем, снимаем привод. Придаем. Снимаем. Держим успокоитель. Между валов. Держим успокоитель. Берем съемник и снимаем звезду. Звезда крепится на валу. ТНВД на конус. Снимаем ее с конуса. Крутим до тех пор, пока не услышим щелк. Щелк. Все. Иногда бывает очень сильно сидит. Но, как правило, после того, как там уже кто-то был. Все, откручиваем гайку. Уже можем смело откручивать. Ничего делать не надо. Только откручиваем гайку. Все. Потом откручиваем насос. Три болта на восемь. Кручком на двенадцать. Кручком на двенадцать. Лучше брать крещуточку. Вот так вот. Все. Насос практически у нас нет. Собираем в обратном порядке, скажем так. Все. Насос выскочил. Дальше взбираем его оттуда. Принесем в помойку. Ну или в ремонт. А как проверить, что он в нерабочем состоянии? Ну или в рабочем? Его надо поставить на стенд. Там его и проверить. Вот. Обязательно подплатительное кольцо поменять. Обязательно. Иначе масло будет утекать с обратной стороны. Еще. Особое внимание уделить надо. Что это в части, которую вы устанавливаете? Она, по крайней мере, должна быть хотя бы визуально похожа. Выводы смотрим. Одинаковые, не одинаковые. Диаметры смотрим. Конуса и так далее. Резьбы все ли исправны? Может его валяли до этого? Много. Раз. Все. Мы в данном случае устанавливаем ремонтную. То есть, в бывшем употреблении был отремонтирован насос высокого давления. Прежде чем установить, соответственно, поверхность надо почистить. Полегающую. Смотрите, что куда-то денется эта звезда и цепи. Никуда они не денутся. Они там надежно зафиксированы. Все. Берем и устанавливаем. Это как раз о том, что надо было ставить так же, как и доставали. Валом вперед. Так, все. Наживляем болты. Сначала болты все наживляем, потом только затягиваем. Потому что, если затянуть один болт, второй может не наживить. Болты все одинаковые. Так что ошибиться у вас не получится. Затяжку удов и агрегатов рекомендую настоятельно. Производить геометрическим ключом. Ну, если у вас опыта много, вы можете это по желанию игнорировать. Гайку. И зашагиваем. Все. После этого разводим чистку поверхности. Покусей, на которые будет наноситься герметик. Обезжиривать, наносить герметик. Собирать привод ГРМ. И закрывать крышку. Пущу. Все. Лучше всего использовать щеточку. Мягенькую. Металлическую. И вот так. Почистить. Не замыть о технике безопасности. Обязательно одевать очки. Да. Я технику безопасности знаю, как свои деньги в пальцах. Все, выключаем. Обезжириваем, замываем, всю грязь убираем. Используем очки. Используем. 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 В обратном порядке. Метки совпадают на звездах и на цепи. И здесь все совпадает. Обязательно затягиваем. Не забываем гайку. Усилием 7 килограмм. Все. Продолжаем следовать дальше. Устанавливаем трубку подающую обратно. Сначала наживляем ее. Вверху внизу. После того, как наживили, обжимаем крючком. Не перетягиваем. Гайки нежные. Лучше не дожать. После запуска проверить, если стечь отсутствует, значит хорошо. Если появилась течь, просто дожимаем и все чуть-чуть. Устанавливаем все трубки, шланги в обратном порядке. Все на месте. Обязательно проверяем, чтобы все здесь щелкнулось. Дабы исключить возможные утечки в будущем, после запуска. В конце концов, чтобы клиент ваш доехал до пункта назначения. Своим ходом, а не на моей комнате. С разъемами никогда не ошибетесь. А они на автомобиле все разные. Записывать, запоминать не обязательно. Если так не подошло, по-другому подойдет. Все проверили, все на месте. Устанавливаем крышку, затягиваем на герметик и продолжаем сборку дальше. Обезжириваем крышечку, зачищенную предварительно от старого герметика. Все, так берем герметик. Скажу, надо брать герметик хорошего качества. Чтобы машина к вам потом из-за пустяка не приехала. Все и наносим герметик. Размазывать его не обязательно. Все, что ли, застава. Обезжириваем поверхность прилегаемую. Вот, чтобы не было масла или грязи. Затягиваем. Все. Болтики на 8 тянутся 2 килограмма. Затягиваем. Схема затяжки, как таковой, на крышке, на передней. Можно не придерживать. Главное равномерно произвести затяжку, чтобы она плотненько прижилась и не деформировалась. В таких критериях, как на ГБЦ, не требуется. Как машина приезжает с таким ремонтом? К сожалению, да. Почему к сожалению? Потому что мало сервисов, которые занимаются дизельными машинами в Москве. Ну, на мой взгляд. Чтобы качественно, да? Да, да, да. И дилеры многие отбрыкиваются от этих машин. Можно ставить на место вентилятор, ремень и радиатор. Ремень протянули, ремень установили. Если не помните, как ремень стоял, записывайте. Если не записали, могу дать подсказку. По-другому вы его не установите. Чтобы он работал, он по-другому не устанавливается. Ставим обратно площадочку под аккумулятор. Зaison. З scalpняк. Продолжение следует... Мы помыли радиатор. Новым он, конечно, не будет, но охлаждать админетр будет гораздо лучше. А есть какие-то особенности при установке? Радиатора на месте. Да, надо его не повредить. Это единственная особенность во всем нашем ремонте. Установили радиатор. Сейчас устанавливаем кулер. Это сейчас вы датчики устанавливаете? В ДИА я подключаю все оборудование. То, что было подвешено на кулеру. Клапан управления турбиной, сброса давления. Клапан-вентилятор и датчик давления. Вот так вот. Печатка. Красота. Значит, мы потянули хомуты. Отдели хомуты на место. А какой у нас следующий этап будет? Залить антифриз. Будем заливать антифриз. Перед запуском, после замены ТНВД, лучше накачать топливо, если имеется такой насос. Потому что система без жильности. Рабочая. Продолжение следует. Продолжение следует. Круг подсухая, птичей нету. Вот только когда мы видим. И мореечки смотрим. Нет и подтеков. Тоже клубочка сухая. Оттеков нету. Все.